Как дела, народ? С вами Джон Венус. Многие из вас спрашивали меня об этой теме, и я наконец-то решил записать видео. Сделать это было нелегко. Нелегко было понять, как рассказать вам об этой теме. Причина, по которой я это делаю, потому что я понимаю каждого, кто наезжает на веганов, на веганство, ведь я делал то же самое. Я до усрачки ненавидел веганство и веганов, и вообще всю идею этого питания. Все началось два года назад, когда я впервые услышал о веганстве. Мой брат решил стать веганом, перейти на растительное питание. И, честное слово, как же это меня выбесило. Мы всегда вместе с ним уминали барбекю, его любимыми блюдами были ромштекс, бразильское барбекю и так далее, и тому подобное. И когда он мне сказал, что переходит на растительное питание, это было худшее из того, что я мог от него услышать. Если бы он сказал, что стал ширяться героином, я бы даже это воспринял легче. Все было настолько плохо. Я ненавидел факт, что он стал превращаться в этого странного чела, который весь такой про спасение животных, здоровье. И, блин, он столько всего от меня натерпелся. Я критиковал его, ненавидел его, стебал его перед другими, и говорил о нем плохо перед нашими родными, говорил, как я в нем разочарован, и как все это отвратительно, и какой он дебил раззанялся такими вещами. Какого он вообще делает, пытаясь рассказать мне о том, что я неправильно поступаю, потому что ем животных? Какого это вообще? Животные же здесь неспроста, верно? Мы должны их есть. А я, в конце концов, блогибилдер, качок. Я буду жрать мясо, и все равно мне на твои слова. И так будет всегда. И так что иди в пень. И мое мнение было таким очень долго. Я, блин, презирал все это канитель, презирал веганов всех до одного. И тот факт, что веганом стал мой брат, не помог мне легче понять веганство. Совсем не помог. Я даже больше всего это ненавидел, потому что я знал, каким он был, а теперь он типа не такой, понимаете? Я разочаровался в своей семье, думал, что это за такая штука? Но спустя примерно полгода он пытался объяснить, насколько мог, пытался быть открытым, пытался объяснить плюсы веганства для здоровья, и это стало первой причиной моего перехода. Он показывал мне исследования, документальные фильмы, я всегда был свободным от природы рассудков. Но по какой-то причине, именно по отношению к веганству, я был искалобым и ограниченным. Только исключительно к веганству. Наверное, потому что люди попадают на те вещи, которые им близки, и когда весь мир делает одно и то же, все делают одно и то же. Думаешь, ну и почему это плохо? После того, как он показал мне все плюсы для здоровья и прочее, я сказал, окей, ладно. Да, мясо может быть вредно для здоровья, особенно обработанное, рак и все такое. Но меня не особо заботило здоровье. Да, я хотел быть здоровым, но не хотел быть совсем зожником. Для меня он был как религиозный радикал, те, которые подрывают себя или вроде того. Но спустя некоторое время, примерно год, я стал сам искать информацию, мне хотелось больше узнать об этом. Я начал пытаться понемногу урезать количество потребляемого мяса. Просто чтобы посмотреть, смогу ли я так же наращивать массу и быть в такой же форме. Так что примерно за год я сильно сократил употребление мяса. Я много ел в ресторанах, сабвей, как могут помнить мои давние попищики. Но исключая это, я потреблял мало мяса по сравнению с другими бодибилдерами. И я быстро понял, что разницы особой нет, белок слишком переоценен. И он нужен совсем не в таких количествах, как многие говорят. Вместе с уменьшением потребляемого мяса, я стал также изучать и другие аспекты, например, этические, на которые мне раньше было плевать, плевать на животных. Да, я люблю свою собаку, мне нравятся лошади, когда я их вижу, но... Но если бы вы дали мне колбасу из конины, я бы ее съел. Настолько я был абстрагирован от реальности. В общем, я начал смотреть видео и начал понимать, как обращаются с животными. И, блин, все это настолько перевернуло мое веровозрение. Кардинально. Я все еще... Не сказать, что это меня травмировало, но это было чрезвычайно шокирующим для меня. То, как обращаются с животными в молочной индустрии, как телят забирают от матерей. Это бизнес, людям нужна прибыль, и поэтому они делают такое. И это... И это, блин, очень грустно. Меня потрясло то, как их убивали. И то, как с ними обращаются на этих фермах. Никто никогда этого не видит, о них некому позаботиться, поэтому рабочие могут творить все, что захотят. Я осознал, понял, что это неправильно. Даже если весь мир так делает, даже если так было всегда, это не делает такое правильным. Просто потому, что рабство было на протяжении тысячелетий, еще в Древнем Египте, это не оправдывает рабство и не делает его правильным. Чтобы измениться и осознать, требуется незашоренное сознание. Так что для меня это было мощным осознанием. Этика, несчастные животные и все такое. Но я также осознал все то влияние, которое это оказывает на окружающую среду и людей в частности. Количество воды, необходимое для производства одного маленького гамбургера, 2500 литров. Только для одного маленького бургера, серьезно, а дефицит пресной воды? Серьезно, ребят, такой дефицит воды в мире. Какого хрена мы делаем, направляя всю пресную воду скоту, вместо того, чтобы спасать собственный вид? Вместо этого мы снабжаем гамбургером и Макдональдс, все для богатой западной цивилизации. Это реально взорвало мне мозг, но не только это, но и то безумное количество пищи в США и остальном мире, которое уходит на производство мяса. То количество еды, земли и всего того, что используется, чтобы произвести один маленький кусочек мяса, это безумие. Я понял, что этой же еды и хватит, чтобы накормить от 12 до 15 миллиардов людей, питающихся на растительной диете. И вместо того, чтобы скармливать кукурузу скоту, мы отдавали бы ее людям, то могли бы спасти всех голодающих детей в Африке, спасти собственный вид. Кто, блин, нахрен это все придумал против того, чтобы спасти голодных детей в Африке, голодных детей во всем мире? Только из-за того, что мне захотелось гамбургера, да бред собачий. Почему же хоть кто-то соглашается на это? Что это за хрень? Мир, конечно, вообще... Все. Как вы знаете, я родом из Вразилии, где идет вырубка дождевых лесов. Я знал об этом, но не знал, для чего они вырубаются. Думал, ну туалетную бумагу, или типа того. 80 с чем-то процентов этих лесов вырубается под выращивание скота. Уничтожается вся фауна, уничтожаются дождевые леса, которые, по сути, являются легкими планетами. И это не прекращается, только увеличивается. Думаю, что если бы люди узнали, что происходит, то были бы в ярости. Но это еще не все. Загрязнение — глобальная проблема, и люди считают, что виной всему транспорт, самолеты, выхлопы. Это реальная проблема, и оказывается, что мясная промышленность ответственна за 18%. Или по некоторым источникам, за 51% от количества парникового газа в атмосфере. А неутилизуемые отходы, все это говно, испражняемое этими коровами, куда вы думаете, это все девается? Эта информация открыла мне глаза и заставила пересмотреть все, во что я верил. Я знаю, что есть люди, которые игнорируют эти факты, они слишком ленивы, чтобы что-то предпринять, но для меня это не причина. Я всегда стараюсь становиться лучше. И я не смог бы остаться с собой, зная правду, но при этом ничего не делая, чтобы все исправить. Ко всему прочему, в то время я узнал, что один из сильнейших людей на планете — веган. То есть много бодибилдеров-веганов. Я подумал, блин, я тоже так хочу, я хочу быть культуристом. И я знаю, что на веганстве смогу достичь абсолютно тех же результатов. И из-за всех экологических, этических причин у меня не было оправданий. И я делаю это видео, ребят, потому что сам начал с ненависти к этой теме, с ненависти к веганству, растительному питанию. Я понимаю, откуда это в людях. Я был таким же, точно таким же, как все эти злобные комментаторы под моими видео, оскорбляющие меня, рассказывающие, какой я говнюк и придурок. Копия я. С год назад я бы подумал про себя то же самое, поэтому я прекрасно понимаю, откуда это берется. Но все дело в точке зрения. Вам нужно быть открытым, вы должны искать правду. Правду о том, что корпорации, как погрязли коррупции, покупая исследования влияния на общество, скрывают нас правду. Вам никто не скажет правду, вы должны сами искать ее. Потому что вся эта коррупционная система существует, и нам нужно самим стараться узнать правду. И не знаю, как вы, ребята, но я хочу делать все, что в моих силах, чтобы изменить мир. Сделать его лучше, сделать его справедливым. Я хочу, чтобы все люди могли жить, а не подыхать с голода. Хочу, чтобы животные не страдали и не были рабами. Так что если вы, ребята, скептичны, просто знайте, что я был на вашем месте. Я понимаю вас, понимаю ваше побуждение. Просто постарайтесь хоть на секунду усмирить свой гнев, не осуждайте. И просто попробуйте, собственно, наручно найти информацию, и вы будете поражены найденному. Но если вы не хотите этого делать, и не хотите жить в отрицании, это нормально, это ваш выбор. Просто тогда понятно, что ты ничего не делаешь, потому что тебе все равно, да, все, это тоже нормально. Это ваш выбор. Если вам срать на остальной мир, других людей, животных, это ваша воля. Делайте, что хотите, только не надо искать оправдания, утверждая, что производство мяса, и же с ним, это хорошо. Что это хорошо для планеты, здоровья и животных. В этом споре вам не победить. Я не принуждаю вас ни к чему, ребят. Просто пытаюсь проинформировать и показать эту проблему под другим углом. Ищите инфу сами. Но если вы заинтересовались, то я рекомендую три фильма. Первый о здоровье. Вилки вместо ножей. Второй для тех, кто, как и я, не особо парится о здоровье, кто озабочен экологией. Скотт и заговор. И третий фильм про этическую сторону вопроса, земляне. Все эти фильмы есть в интернете. Обязательно посмотрите их, если вы хотите знать правду. Лайкните, если вам понравилось это видео, подпишитесь на мой канал, распространяйте информацию дальше, что для меня очень важно. Поэтому я это и делаю. Мне хотелось бы помочь другим людям убрать шоры. Показать, что это возможно. Возможно накачать мышцу и быть бодибилдером, или фитнес-моделью, или атлетом, в то же время делать мир вокруг себя лучше. Поэтому, ребят, поделитесь этим видео с друзьями. Это реально. Спасибо, что посмотрели. Еще увидимся. Всем мир.